всем большой привет я сегодня опять решила выйти к вам со своим маяком довольно много я его отшила уже хочу вам сказать что этот маяк я заказывала на сайте алиэкспресс это китайский набор но он оказался неплохим мне понравилось работать над этим маяком просто эта работа у меня долго длилась из-за того что я отвлекалась на другие виды рукоделия видимо вот за этот месяц я эту работу почти закончила если вы помните в прошлом месяце я вам показывала она отшита было вот на половину почти потом я вышел и вот небо здесь она оказалась самое легкое место вот небо потому что здесь мало как бы оттенков но и схема очень легкая потом я отшила вот эти деревья то есть пейзаж за домами вот что у меня получилось и потом уже отшила главных героев картины это домики и маяк и в итоге получилось у меня вот такая работа вот такая яркая картина получилась цвета очень сочные яркие поэтому и работа получилась такая же яркая но это еще не все здесь еще присутствуют французские узелки и бэкстич сейчас покажу вот смотрите их тоже очень много вот 4 французских узелка 4 цвета и очень много бэкстича вот каждый раз покупая наборы я даю себе слово не брать с такими вот дополнениями но каждый раз меня привлекает какой-то интересный сюжет также получилось и с этим маяком опять вот эти вот французские узелки и бэкстич почему-то они у меня тяжело идут особенно вот французские узелки мне вообще не нравится делать но придется как бы но за месяц я считаю у меня продвижение огромное вот столько я вышла вот как бы очень довольна собой и вот в апреле я уже хочу работу оформить вот закончу сейчас на днях наверное закончу французские узелки и бэкстич вам потом покажу так еще что хочу сказать насчет ниток может быть кто-то захочет приобрести этот набор будьте внимательны с нитками вот при всем экономном использовании ниток я считаю себя экономной в плане ниток но даже у меня вот не хватило некоторых оттенков ну как не хватило их прямо впритык вот смотрите некоторые вот так вот я просто подвесила остаток чтобы иметь представление об оттенке один оттенок у меня вообще закончился даже вот я написала что это голубой 31 оттенок он совсем закончился и я сейчас смотрю вот смотрите 31 французские узелки это тот же оттенок и его уже как бы нет совсем даже не хватило можно сказать поэтому будьте внимательны нужно все-таки экономно использовать нитки но это обидно когда не хватает некоторые прямо в избытке чуть ну прямо чуть-чуть я не скажу что их очень много все-таки не так не так много осталось у меня вот ну палитру я эту сохраню может быть кто-то после меня захочет отшить могу передать тем более некоторые задают вопрос почему я не вычеркиваю схему я не вычеркиваю я не пачкаю ну как то вот так я привыкла мне нравится зачем пачкать я не понимаю зачем вычеркивать вот мы друг другу с девчонками схемы эти передаем вот я все сохраняю и схемы и вот остатки ниток можно путем подбора еще вышить подобные работы но сама схема мне понравилась она достаточно понятная простая и хорошо сохранилась хорошо то что вот здесь на сгибе нет схемы вот это очень продуманный момент я считаю если бы тут была схема на местах сгиба она бы истерлась вот так как еще она глянцевая такая глянцевые они способны быстро стираться поэтому вот это продуманный момент я считаю вот такое пока у меня продвижение сейчас сделаю французские узелки вам тоже покажу я их уже начала было этих барашков крутить вот если вы видите вот здесь ну как-то они у меня не очень красиво получаются я считаю наверное поэтому я к ним так равнодушно отношусь и особого эффекта я от них не вижу ну да немножко выдвигают в передний план они присутствуют еще вот на этих цветах так еще много их вот в морской пене вот тут тоже французские узелки здесь есть так и бэкстич потом уже бэкстич много вот в оформлении домиков и в самого маяка вот ну что ж я сейчас вышью и вам покажу ну вот я закончила французские узелки они вот такие получились вот здесь они присутствуют здесь немного и вот на волнах вот этих немножко вот тут вот и здесь еще и я также закончила бэкстич вот здесь кругом маяк дом домики они идут с бэкстичем вот такая получилась работа сейчас буду стирать отпаривать и тоже вам еще раз покажу провела я влажно-тепловую обработку постирала отпарила вот эти французские узелки очень сложно конечно отпаривать для этого нужно положить вышивку лицом вниз на махровое полотенце и гладить с изнаночной стороны тогда эти узелки можно сохранить в лучшем виде вот так вот я отпарила все хорошо получилось вот очень довольна своей работой сейчас поеду в багетную мастерскую отдам работу на оформлении их оформлять я буду вместе с парусником если вы помните у меня такая раскраска была по номерам тоже до сих пор лежит не оформленные вот решила их вместе повезти в багетную мастерскую ну чтобы два раза не ездить и что у меня получится я покажу потом ну и с вами прощаюсь до следующего видео спасибо что были со мной всем желаю удачных творческих работ и пускай не покидает вас вдохновение пока пока